Всем привет! Сегодня я подготовила вот такие вот красивые оригинальные слитки. Они идут абсолютно бесшовные. Подошва цельно вязаная, с вывязанной пяточкой. Очень красиво, аккуратно все смотрится. Данные слитки я вязала из пряжи пехорка зимняя премьера. Метраж данной пряжи в 100 граммах 150 метров. Состав 50% мереносовая шерсть и 50% акрила. Данную пряжу нам предоставил для обзора интернет-магазин Бобин. Если кого-то заинтересовало пряжей, переходите в данный магазин. И еще отличный бонус от меня. Всем моим подписчикам данный интернет-магазин дарит скидку в 5% по промокоду, который я напишу на экране выше. Все ссылочки на магазин я оставлю ниже под видео в инфобоксе. Также в инфобоксе вы можете найти все мои соцсети. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я буду рада видеть вас в любой соцсети. Данные слитки я вязала спицами номер 3,5 миллиметра. Примерно расход пряжи 80 грамм. Смотрите, слитки я вяжу на размер ножки 37-38. Но по данному видео вы сможете их связать на любой размер вашей ножки. Прежде чем приступить к вывязыванию вот таких вот красивых слитков, давайте разберемся с принципом их вязания. Изначально я начинаю вывязывать вот эту вот часть слитка. Это у нас прямоугольник идет. Так как плотность вязания у всех разная, в самом начале свяжите образец платочными дорожками и измерьте плотность вашего вязания. Это мы делаем для того, чтобы рассчитать, сколько петель нам нужно набрать в самом начале. Получается, вот эту вот часть мы должны провязать 22 сантиметра. И для того, чтобы мне получить данные 22 сантиметра, в самом начале я набирала 36 петель. Данное количество сантиметров идет числом стандартным для любого размера взрослой ножки. После того, когда мы вывяжем вот эту вот часть, мы далее начинаем вывязывать половину нашей подошвы. Как рассчитать количество петель, необходимое для подошвы, я в видео все подробно рассказываю и показываю. Мысок мы вывязываем вот таким вот интересным узором. Узор располагается только на верхней части. По подошве идет платочные дорожки. Раппорт данного узора составляет 4 петли в ширину, плюс 2 петли для симметрии. Высоту данный раппорт узора составляет 12 рядов. Если у вас ножка стандартного размера, тогда примерно вывязывайте так же, как и я. Если у вас ножка сильно полная или сильно худая, тогда именно для моска нам нужно рассчитать количество петель. Для этого мы также вывязываем образец, можете платочными дорожками. Далее измеряем окружность вашей ножки в самом широком месте, вот таким вот образом, где у вас располагаются косточки. И далее плотность вашего вязания умножаем на окружность вашей ноги, и получится необходимое количество петель, которые вы должны использовать для вашего моска. Когда мы с вами вывяжем вот эту вот часть, далее мы будем поднимать петли и по кругу дальше все вывязывать. И если вам нужно будет набрать либо больше петель, чем у меня, либо меньше, тогда вы набираете столько петель, сколько вам нужно. Вывязываем вот этот вот узор до тех пор, пока ваше полотно не перекроет полностью мизинец ноги. И дальнейшее полотно именно для пальчиков мы будем вывязывать уже с убавлением петель. Получается, вот эту вот часть мы будем с вами вывязывать на двух спицах, а именно там, где у нас идет мысок. И когда мы его будем вывязывать по кругу, нам надо будет вывязывать либо на четырех, либо на пяти чулочных спицах. Если вам понравилась данная модель слитков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я на спицу набрала 36 петель. Данные мои 36 петель будет составлять в ширину именно 22 сантиметра. Если вы рассчитали по своему образцу, что вам нужно набрать другое количество петель, тогда набирайте сколько вам нужно. Первый ряд, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее все петли с левой спицы я буду провязывать лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей. Первый ряд мы с вами вывязывали по изнаночной стороне. Переворачиваем вязание на лицевую сторону, и далее таким же образом мы будем продолжать вывязывать с вами как лицевые ряды, так и изнаночные. Первую кромочную петлю мы постоянно снимаем не провязывая. Все петли со спицы постоянно провязываем лицевыми и в лицевом и в изнаночном ряду. И последняя петля также на протяжении всего вязания постоянно провязывается изнаночной петлей. Таким образом я сейчас провяжу 20 рядов. Либо у нас должно вот таких вот платочных дорожек получиться вместе с этой. 11 платочных дорожек в моем случае. Одну мы с вами уже провязали, следующие 10 платочных дорожек мы с вами провяжем самостоятельно. 10 платочных дорожек это соответствует 20 рядам. Встретимся, когда вывяжем 20 рядов лицевыми петлями. Я провязала 20 рядов лицевыми петлями. И вот таким вот образом наше полотно сейчас выглядит. В полотне у меня располагается 11 платочных дорожек. Но вы ориентируйтесь больше не на количество провязанных рядов, а на количество сантиметров. Смотрите, вот эта вот заготовочка на данный момент с шириной должна быть у вас примерно 22 сантиметра. Плюс-минус полсантиметра роли не сыграет. И высота также идет стандартная, примерно 7,5-8 сантиметров. У меня это получается 7,5 сантиметров. Если у вас при вашей плотности вязания данных 20 рядов много, либо мало, тогда отрегулируйте данную уже заготовочку под свою плотность вязания. Либо добавьте пару рядов, либо убавьте. Также и по ширине. И далее, когда мы отрегулировали вот эту вот заготовочку, и она у нас сейчас нужной высоты и ширины, далее мы будем вывязывать часть нашей подошвы. Сейчас я все петли, которые у меня находятся на спице, делю на 4 части. Получается 36 петель на 4 части. Это получается по 9 петель. Одну часть петель я должна отдать на центральную часть, а все остальные петли я также делю на 2 части, и это у меня будут боковые 2 части. Получается 9 петель, это центральная моя часть. 36 петель минус 9, остается 27 петель. 27 петель на 2 равные части не делятся, поэтому я на центральную часть отдаю не 9 петель, а 8. Получается 36 петель минус 8 центральных, это получается 28 петель у нас остается. И на одну боковую часть я даю 14 петель, и на вторую боковую часть я даю 14 петель. Вы примерно таким же образом разделите все ваши петли. Рабочую нить вот в этом месте я сейчас обрезаю, на правую спицу перенесу не провязывая 14 петель. Это моя первая боковая часть. И далее вот в это место перед началом центральной нашей части из 8 петель я сейчас буду присоединять нить и начинать вывязывать нашу заготовочку далее. Прикладываю нить, провязываю первую петлю лицевой, между первой и второй петлей я повешу маркер. Далее провязываем лицевыми петлями 2-я петля, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я и 7-я. И между 7-й и последней 8-й петлей я повешу второй маркер. И далее во всех лицевых рядах сразу после 2-го маркера мы провязываем 2 петли вместе 1-й изнаночной петлей за верхние стеночки петель. Таким образом мы будем с вами убавлять петли боковых частей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Маркер перебрасываю на правую спицу и далее вяжу все петли лицевыми до следующего маркера. Маркер обратно перебрасываю на правую спицу и сразу после 2-го маркера во всех изнаночных рядах мы провязываем 2 петли вместе за верхние правые стеночки 1-й лицевой петлей. Нить хорошенечко подтягиваем, далее все кончики можем претать по изнаночной стороне самостоятельно. Давайте еще данные 2 ряда мы с вами повторим. 1 лицевой, 2 изнаночный, далее будете убавлять боковые ваши петли самостоятельно. Получается первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, маркер перебрасываю на правую спицу и далее вяжу все петли лицевыми до второго маркера. Маркер перебрасываю на правую спицу и так как это у нас лицевая сторона, сразу после 2-го маркера мы провязываем 2 петли вместе 1-й изнаночной петлей. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, маркер перебрасываю, далее вяжу все петли лицевыми до второго маркера. Второй маркер перебрасываю на правую спицу и так как это у нас изнаночная сторона, сразу после 2-го маркера мы провязываем 2 петли вместе 1-й лицевой петлей. И таким образом вы будете убавлять далее, так же как мы убавляли с вами только что. Получается в лицевых рядах после 2-го маркера провязываем 2 петли вместе 1-й изнаночной петлей, а в изнаночных рядах после 2-го маркера провязываем 2 петли вместе лицевой петлей. Убавляем петли до тех пор, пока у вас на спице не останется только 8 центральных петель. Боковые петли надо все убавить. Я убавила все боковые петли, вот таким вот образом наше полотно сейчас выглядит. Если померить в сантиметрах, вот эта часть у меня составляет 9,5 см. И далее мы с вами будем поднимать боковые петли и вывязывать по кругу мысок. И в каждой боковой части у меня располагается по 11 платочных дорожек. Соответственно, с одной стороны я подниму 11 петель и со второй стороны 11 петель. Всего у меня получается 11 плюс 8 плюс 11 30 петель. Если вы рассчитали, что для вашего мыска нужно больше петель, тогда равномерно поднимите столько петель, сколько вам нужно. Для вывязывания вот этого узора по мыску мне нужно количество петель именно для узора. Кратное 4 плюс 2 петли для симметрии. Примерно вот эта вот часть, которая идет с узором и часть с платочными дорожками, должны 2 части быть равны. Но так рассчитать петли для того, чтобы хорошо лег узор. Поэтому я отдаю на мысок 18 петель, а на подошву 12 петель. Если вам вот эта вот часть с узором нужна поуже, тогда можете именно на узор отдавать не 18 петель, а 14. Маркеры мы сейчас снимаем, они нам не нужны. Рабочую нить обрезаем. Получается, как я сказала ранее, на подошву мне нужно 12 петель. Сейчас у меня на спице располагается 8 петель. Не хватает 4 петли. Поэтому с одной стороны я добавлю 2 петли. И таким же образом я поднимаю 2 петли со второй стороны. Далее вот этот вот кончик выводим на изнаночную сторону. Сейчас у меня для подошвы располагается на спице 12 петель. Все остальные петли будут относиться к мыску. Прикладываем рабочую нить, которой мы далее будем вывязывать наш следок. И сейчас по краю поднимаем оставшиеся все петли. Не осталось по данному краю поднять 9 петель. Получается, из каждой кромочной петли мы поднимаем 1 петлю на спицу. Получается, подхватываем дужку кромочной петли. Затем подхватываем рабочую нить и выводим. Вот таким вот образом мы будем поднимать все наши петли. И так далее. У нас должно получиться здесь 9 петель. В моем случае распределяем все петли на чулочные спицы. 9 петель я подняла. И далее со второго края, как раз таки замыкая наше полотно, круг мы будем поднимать оставшиеся 9 петель. Подхватываю за две дужки кромочной петли. Затем подхватываю рабочую нить и вывожу первую петлю на спицу. Нить хорошо подтягиваем, чтобы здесь вот в стыке не получилось сильно большого отверстия. И далее поднимаем оставшиеся петли. Получается вторая петля. Третья. Четвертая. И так далее. Петли второй части я подняла. Далее провязываем петли подошвы лицевыми. Получается первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая и двенадцатая. Мы с вами провязали первый ряд по кругу. Далее мы будем вывязывать уже начинать с узор. Смотрите, вот эти вот петли будут относиться к мыску. Мы на них будем вывязывать узор. А подошва наша будет провязываться полоточными дорожками. Но так как мы вяжем наше полотно по кругу, поэтому один ряд мы будем провязывать лицевыми, второй ряд изнаночными и так далее. Один лицевыми, второй изнаночными. Нулевой установочный ряд. Провязываем резинку 2 на 2. Две изнаночные петли. Две лицевые. Две изнаночные петли. Две изнаночные петли. И вторая на второй спице будет. Далее две лицевые. Две изнаночные. Две лицевые. Две изнаночные. Мы с вами провязали 18 петель, которые относятся к мыску. Далее приступаем к подошве. И провязываем все петли именно для подошвы изнаночными. Первый ряд провязываем самостоятельно. Получается все петли на первой и второй спице мы провязываем по рисунку. Две изнаночные, две лицевые и так далее. Все петли, которые относятся к подошве, мы провязываем лицевыми. Встретимся в начале второго ряда. Смотрите, второй ряд также мы провязываем как первый. Получается петли на первой и второй спице мы провязываем по рисунку. Петли на третьей спице мы провязываем изнаночными. Встретимся в начале третьего ряда. Приступаем к третьему ряду. Провязываем две изнаночные петли по рисунку. Далее мне нужно из протяжки получить вытянутую петлю. Между двумя лицевыми петлями спускаюсь на три ряда ниже. Получается первая протяжка между петлями, вторая и третья. Ввожу свою правую спицу под третью протяжку. Подхватываю рабочую нить и вынимаю петельку на уровень нашего вязания. Далее провязываю две лицевые петли. В эту же дырочку ввожу свою правую спицу, подхватываю рабочую нить и вытягиваю вторую петельку на уровень нашего вязания. Данные 6 петель, получается 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 вытянутые петли, составляют раппорт узора. Повторяем. Две изнаночные петли. Ввожу свою правую спицу на три ряда ниже между петлями. Подхватываю рабочую нить и вынимаю петельку на уровень нашего вязания. Далее провязываем две лицевые петли. Из этого же отверстия я сейчас буду вынимать вторую, вот такую вот длинную петлю. Если вам неудобно, можете воспользоваться крючком. Далее провязываю две изнаночные петли. Обратно между двумя лицевыми петлями спускаюсь вниз на три ряда. Подхватываю рабочую нить и вынимаю длинную петельку на уровень нашего вязания. Далее провязываю две лицевые петли. И из этого отверстия вынимаю вторую длинную петлю на уровень нашего вязания. Повторяем. Две изнаночные петли. Спускаюсь между двумя лицевыми петлями на три ряда вниз. Подхватываю рабочую нить и вынимаю петлю на уровень нашего вязания. Далее провязываю две лицевые петли. Из этого же отверстия, из которого мы только что вынимали длинную петлю, я сейчас вынимаю вторую длинную петельку. Далее у нас две петли симметрии, две изнаночные. Перехожу на третью спицу и петли подошвы провязываю все петли лицевыми. Приступаем к четвертому ряду. Провязываем две изнаночные петли по рисунку. Все вот эти вот вытянутые петли мы снимаем не провязывая на правую спицу рабочая нить за работой. Далее по рисунку идут у нас две лицевые петли. Вытянутую петлю снимаю не провязывая на правую спицу. Далее по рисунку две изнаночные петли. Получается все петли мы провязываем на первой и второй спице по рисунку. Все вытянутые петли мы снимаем не провязывая. Рабочая нить располагается за работой. Далее две лицевые петли снимаем. Две изнаночные петли снимаем. Две лицевые петли снимаем не провязывая. Две изнаночные петли снимаем не провязывая. Две лицевые петли снимаем петлю не провязывая. И две изнаночные петли. Все петли с третьей спицы, которые относятся к подошве, мы провязываем изнаночными. приступаем к пятому ряду провязываем 1 изнаночная петля следующие две петли получается 1 изнаночная и вытянутая петля мы их должны провязать 2 петли вместе с наклоном вправо для этого и сейчас изнаночную петлю переверну и за верхние правые стеночки две петли провязываю вместе одной лицевой далее 2 лицевые петли и следующие две петли я должна провязать 2 вместе одной лицевой с наклоном влево для этого я сейчас одну вытянутую петлю переверну чтобы у меня правые стеночки все лежали снизу и провязываю за нижние правые стеночки две петли вместе одной лицевой смотрите обязательно чтобы вот эти вытянутые петли лежали ровно не перекручена далее обратно 2 петли мы должны провязать вместе с наклоном вправо изнаночную петлю перевернула провязала 2 петли вместе далее 2 лицевые следующие 2 петли я должна провязать вместе но уже с наклоном влево за нижние правые стеночки провязываю 2 петли одной лицевой обратно сначала провязываем 2 петли с наклоном вправо 1 лицевой далее 2 лицевые по рисунку и следующие 2 петли 1 лицевой но уже с наклоном влево обратно 2 петли с наклоном вправо 2 лицевые по рисунку и следующие 2 петли вместе но уже с наклоном влево конце остается 1 изнаночная петля и все петли с 3 спицы это петли наши подошвы мы провязываем лицевыми самостоятельно в шестом ряду именно в узоре мы будем менять петли там где у нас шла дорожка из 2 изнаночных петель далее мы здесь будем провязывать дорожку из 2 лицевых петель получается провязываем 2 лицевые петли далее 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные и 2 лицевые петли петли на третья спица мы провязываем все самостоятельно изнаночными 7 и 8 ряд мы провязываем также самостоятельно получается 7 ряд петли на 1 2 спицы мы провязываем по рисунку 2 лицевые 2 изнаночные петли на 3 спицы мы провязываем лицевыми и в восьмом ряду также петли на 1 и 2 спицы мы провязываем по рисунку 2 лицевые 2 изнаночные петли на 3 спицы мы провязываем изнаночными встретимся в начале девятого ряда два ряда я провязала самостоятельно и сейчас мы будем приступать к девятому ряду изначально мы провязываем 2 лицевые петли далее мы спускаемся вниз не на 3 ряда именно в этом случае она 4 так как две петли мы только что с вами уже провязали спускаемся вниз по 4 протяжку получается 1 2 между петлями 3 и 4 подхватываю рабочую нить и вынимаю петельку на уровень нашего вязания далее провязываю 2 изнаночные петли а далее мы будем спускаться вниз только на 3 ряда спускаюсь вниз на 3 ряда под третью протяжку подхватываю рабочую нить вынимаю петлю на уровень нашего вязания далее две лицевые петли в это же отверстие вставляю в свою правую спицу подхватываю рабочую нить и вынимаю петельку на уровень нашего вязания 2 изнаночные обратно между двумя лицевыми петлями спускаюсь вниз на 3 ряда подхватываю рабочую нить вынимаю первая вытянутая петля 2 лицевые и сейчас из-за этого же отверстия вынимаю вторую вытянутую петлю далее 2 изнаночные обратно спускаюсь вниз на 3 ряда между лицевыми петлями первая вытянутая петля 2 лицевые в это же отверстие вставляю свою правую спицу вынимаю вторую вытянутую петлю далее 2 изнаночные спускаюсь вниз на 3 ряда подхватываю рабочую нить первая вытянутая петля и далее 2 лицевые петли на 3 спицы мы провязываем все лицевыми 10 ряд в десятом ряду мы провязываем все петли по рисунку а все вытянутые петли мы снимаем не провязывая на правую спицу рабочую нить будем оставлять за работой получается 2 лицевые петли снимаем не провязывая 2 изнаночные петлю снимаю не провязывая 2 лицевые петлю снимаем 2 изнаночные петлю снимаем и таким образом мы довязываем петли на 1 и 2 спицы на 3 спицы мы провязываем петли изнаночными довязываем 10 ряд до конца самостоятельно приступаем к одиннадцатому ряду 2 лицевые петли следующие две петли я должна провязать вместе с наклоном влево для этого и сейчас переверну длинную петлю вытянутую чтобы у меня правая стеночка лежала снизу и провязываю за нижние правые стеночки 2 петли вместе 1 лицевой следующие две петли я должна провязать вместе но уже с наклоном вправо 2 лицевые далее обратно 2 петли вместе с наклоном влево следующие 2 петли вместе с наклоном вправо 2 лицевые петли 2 петли вместе с наклоном влево переворачиваем петли чтобы у меня правые стеночки лежали либо снизу либо сверху на второй спице изначально 2 петли вместе с наклоном вправо 2 лицевые петли и 2 петли вместе с наклоном влево 2 петли вместе с наклоном вправо 2 лицевые петли мы с вами провязали узор для 11 ряда все петли с 3 спицы мы провязываем лицевыми и далее приступаем к последнему 12 ряду раппорта узора в 12 ряду мы меняем направление петель там где у нас шла дорожка из лицевых петель будет изнаночная дорожка получается 2 изнаночные петли 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые и таким образом провязываем 1 и 2 спицу чередуя 2 лицевые и 2 изнаночные петли все петли с 3 спицы мы провязываем изнаночными мы с вами провязали сейчас 12 рядов в высоту это составляет раппорт нашего узора подошву мы чередовали один ряд лицевыми 2 ряд изнаночными и у нас получается платочная вязка далее данные 12 рядов вы будете повторять самостоятельно получается вот эту вот часть мы будем привязывать далее до тех пор пока она у нас не перекроет полностью весь мизинец я для своего размера ноги буду провязывать еще полтора раппорта всего у меня в данном маске провязана два с половиной раппорта один раппорт мы с вами вместе провязали 2 полноценный раппорт я провяжу далее самостоятельно и 3 раппорта у меня здесь провязана только с 1 по 6 ряд но вы провязываете вот эту вот часть пока она у вас не перекроет полностью мизинец вашей ноги если вам понадобится допустим провязать не два с половиной раппорта а допустим либо 2 либо 3 раппорта тогда провязываете сколько вам нужно главное чтобы ваши слитки хорошо сидели на ноге сейчас я самостоятельно провяжу еще полтора раппорта встретимся когда наша заготовочка будет закрывать полностью мизинец нашей ноги нулевой ряд мы не вяжем приступаем вязание с первого ряда и в первом ряду мы провязываем резиночку по рисунку 2 изнаночные 2 лицевые а все петли на подошве мы провязываем лицевыми я провязала полтора самостоятельно раппорта получается один раппорт мы с вами вместе провязали второй раппорт я провязала самостоятельно и 6 рядов 3 раппорта и вот таким вот образом выглядит наша заготовка для слитка на манекене ноги то есть она закрывает у меня полностью мизинчик ноги нам осталось с вами убавить петли на пальчики и слитки наши готовы узор на больше вывязывать с вами не будем убавлять петли мы будем платочными дорожками так же как мы вывязывали с вами подошву смотрите убавление петель мы будем с вами делать через ряд убавлять петли мы будем в начале 1 спицы в конце 2 спицы в начале 3 спицы и в конце 3 спицы то есть 4 убавления у нас будет за один круг второй получается круг мы вяжем без убавления третьем обратно убавляем 4 петли 4 без убавления и так далее приступаем к вывязыванию первого ряда с убавлением петель и сразу в начале мы с вами одну петлю убавим убавлять будем с наклоном вправо за верхние правые стеночки провязываем две петли вместе одной лицевой далее все петли с первой спицы я провязываю лицевыми и петли со второй спицы не довязывая две петли до конца спицы мы также провязываем лицевыми у нас осталось на 2 спицы 2 петли и мы сейчас развернем чтобы у меня правые стеночки лежали снизу и провяжем две петли вместе одной лицевой но уже с наклоном влево приступаем к третьей спицы и в самом начале мы также убавим одну петлю с наклоном вправо сейчас я переверну две петли и за верхние правые стеночки я провязываю две петли вместе одной лицевой далее вижу все петли лицевыми не довязывая две петли на спицы и в самом конце вот эти вот две петли я провяжу вместе одной лицевой но уже с наклоном влево за нижние стеночки петель мы с вами провязали первый ряд с убавлением петель второй ряд полностью по кругу все петли на трех спицах мы провязываем изнаночными без убавления петель провязываем полностью ряд самостоятельно второй ряд мы с вами провязали приступаем к третьему получается в самом начале мы должны провязать 2 петли вместе с наклоном вправо за верхние правые стеночки провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо далее вижу с первой спицы все петли лицевыми со второй спицы также провязываю петли лицевыми не довязывая 2 петли на данной спице и данные две петли я буду провязывать 2 вместе с наклоном влево за нижние правые стеночки петель приступаем к 3 спицы и в самом начале мы делаем убавление петли с наклоном вправо переворачиваю 2 петли и провязываю их 2 вместе одной лицевой затем провязываю петли лицевыми не довязывая на данной спице 2 петли и две последние петли с 3 спицы мы провязываем вместе но уже с наклоном влево следующий четвертый ряд мы провязываем полностью все петли изнаночными без убавления петель и таким образом мы будем управлять петли далее самостоятельно получается во всех лицевых рядах когда мы провязываем петли лицевыми мы убавляем одну петлю в начале 1 спицы провязывая с наклоном вправо вторую петлю в конце второй спицы провязывая 2 петли вместе с наклоном влево далее третью убавку мы провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо и четвертое убавление петель мы провязываем две петли вместе с наклоном влево таким образом мы будем убавлять петли в лицевых рядах когда мы провязываем петли лицевыми в изнаночных рядах когда мы будем провязывать петли изнаночными убавлять петли не нужно таким образом я еще провяжу 6 рядов и у меня соответственно убавится еще 12 петель я провязала самостоятельно 6 рядов и у меня осталось на спицах 10 петель получается 4 петли на одной спице 1 4 на 2 и 2 только петли на 3 спицы и далее мы уже не будем вывязывать убавления а просто эти все петли между собой стянем рабочую нить мы обрезаем и далее на вот эту вот последнюю петлю вот у нас рабочая нить мы будем набрасывать вот так вот петли получается переснимаем все петли на одну петлю далее вытягиваем петлю побольше продеваем кончик от рабочей нити в открытую петлю и затягиваем далее этот кончик выводим на изнаночную сторону с помощью крючка по изнаночной стороне данный кончик мы закрепим немножечко и обрежем вот здесь вот где мы с вами соединяли данные две стороны тоже кончиком если у вас здесь отверстие получилось вот в этом месте подрегулируйте это вот сначала допустим кончик в одну петлю затем хорошо подтягиваем и в другую данные две стороны у меня хорошо состыковались никакого отверстия у меня здесь нет далее вот этот вот кончик также выводим на изнаночную сторону закрепим и обрежем и после того когда мы спрятали с вами все кончики вот такие слитки красивые аккуратные у нас с вами получились они совершенно бесшовные если вам понравился данный мастер-класс поддержите меня лайком если вы не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь а мы с вами встретимся в новом видео всем спасибо за просмотр и всем пока пока